Здравствуйте! С вами Исмогул Фазомат. В эфире Atomicen Business Channel еженедельный обзор казахстанской фондовой биржи. Индекс кассе прерывает пятинедельную череду роста. Прошедшую неделю казахстанский индекс голубых фишек закрывает снижением на 0,19% до 2356 пунктов. В четверг корзина индекса пополнилась сразу акциями двух наименований, которые представляют банковский сектор. Это акции Банка Астаны и Банка Центр Кредит. Бумаги разведки догучи Казмунайгаз были исключены из индекса в связи с их выкупом, который пройдет на кассе со 2 по 19 февраля 2018 года. Наибольший рост на этой неделе продемонстрировали акции Банка Центр Кредит, которые показали прирост на 36,71% до почти 300 тенге. Как я отмечал вчера, по мнению опрошенных мной специалистов рынка ценных бумаг, каких-либо фундаментальных причин столь значительного роста акций не наблюдалось. Достаточно уверенный рост наблюдается по акциям Кастрансойл, а за неделю акции компании выросли почти на 3,5%. Ралли по этим бумагам началось с начала года. При этом коррекция делась в 8 торговых сессий, и вот на этой неделе рост возобновился. Акции обновили исторический максимум и закрылись на уровне 1485 тенге. Лидером снижения стали акции Казахтелеком, которые по итогам недели потеряли почти 7,5%, опустившись до 23 702 тенге. Снижение цены акций телекоммуникационной компании полностью нивелировало рост, который наблюдался 26 января на фоне сообщений о рассмотрении антимонопольным комитетом Казахстана ходатайства Казахтелекома о покупке 75% акций КСЛ. Похоже, что инвесторы из-за отсутствия индикативных условий этой сделки не могут однозначно оценить эффект от возможной сделки, в связи с чем и вызвана такая волатильность акций Казахтелеком. Первое в этом году размещение провело Министерство финансов Казахстана, разместив облигации сроком более 4 лет на сумму 5,2 млрд тенге с доходностью к погашению 8,55% годовых. 36% пришлось на банки второго уровня, 46% пришлось на институциональных инвесторов, остальные 18% пришлось на долю юридических лиц. Доходность рынка денег по итогам недели незначительно снизилась. Доходность операций по однодневным свопам не изменилась и составила 8,72% годовых. Доходность операции РИПО с государственными ценными бумагами сроком на один день за неделю снизилась на один базисный пункт до 8,76% годовых. За текущую неделю Нацбанк вне биржи разместил 6 выпусков нот на общую сумму 1,3 млрд тенге. По 5 выпускам 7-дневных нот общий объем достиг 1,103 млрд тенге. Доходность была в коридоре 8,84-8,87% годовых. По 28-дневным нотам доходность составила 9,07% годовых. Совокупный спрос на ноты превысил предложение на 20% и достиг 1,539 млрд тенге. Курс доллара по итогам недели вырос на 0,3% или на 96 тенге до 321 тенге 62 тенге. Объем торгов за неделю снизился почти вдвое и достиг 543 млн долларов. Курс валютной пары доллар-тенге прервал шестинедельную череду снижения. Однако восстановление позиции американской валюты проходит на фоне небольшой активности, о чем свидетельствуют объемы торгов. Укреплению тенге в ближайшее время будет способствовать предстоящий налоговый период. Отмечу, что в прошлом году максимальная революционная динамика наблюдалась в период с 15 по 24 февраля. Курс рубля повысился почти на 0,5 тенге до уровня 5 тенге 74 тенге при объеме торгов 208 млн рублей. Курс евро укрепился на 6 тенге 85 тенге до 402 тенге 35 тенге при объеме торгов 900 тыс. евро. Курс юаня по итогам недели вырос на 60 тенге до 51 тенге 16 тенге. Объем торгов по нему достиг 2 млн 700 тыс. юаней. Это был еженедельный обзор Казахстанской фондовой биржи. Увидимся с вами ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин